Сергей Творец, а ты что стоишь? Там практики у Лапшинова. Пойдем быстрее. Вот мы залезаем в пространство, где были еще в 5 утра и все те же лица знакомые уже. Давайте будем начинать. Нам в принципе каждому понадобится расстояние, идеально вытянутся. Радиус. Попрактикуем систему кремень. Это мужские практики для увеличения мужской природы, энергетики и укрепления тела изнутри. И силы. И силы. Условно называют данный комплекс свернувшийся дракон, либо кремень. Набивая, допустим, кулак, кулак становится стальной снаружи, а внутри микротравмы и микрогематомы. А наоборот, мы становимся стальными внутри, а снаружи будто сдавшим покрытым. И вот, допустим, у нас одни из самых простых экзаменов, это когда человек прокачался, садится в позу лотоса, на голову кладут три кирпича и кувалда разбивает, три кирпича должны в прах. А тебе ни микротравм, ни микроповреждения. Мы должны вообще этого не ощущать. То есть задача настолько накопить свое внутреннее здоровье, чтобы это здоровье нас укрепило. Чтобы как следствие от нашего здоровья даже такие серьезные последствия наше здоровье не нарушали. Вот, в принципе, существуют разные такие методики. В данном случае это будет комбинация трех традиций. Традиция даотского цыгун, традиция вьетнамского цыгун и традиция казачьего спаса. И вот выжимка этих трех традиций мы сейчас попрактикуем. Сначала, это вот первый обычный экзамен, там есть экзамены более суровые, один из более таких следующих. Это когда берется острое копье и в нашей еремной впадинку ставится и тупым концом в бампер машины, и человек должен без рук собрать энергетику и ее толкнуть. Минимум три метра. Если три метра проходим, там дальше все еще легче будет. И вот, в принципе, ряд упражнений начинает нас укреплять. Нет никаких суровых набивок, ударов. Мы, наоборот, выполняем специальные дыхательные и энергетические упражнения. Начинаем насыщаться. Сделаем разминку специальную суставную. Потом будет энергетический комплекс энергонасыщения, собирает нашу внутреннюю природу. И вторая, третья часть, это будет физико-психический комплекс, сам кремень. Сам кремень. Ты как раз вовремя, братец. Иван Царевич. Итак, начнем с разминки. Включим тело. Включим тело. Тело – это вывернутое подсознание наизнанку. По зажатости, забитости в теле, можно сказать, где поругались с папой, мамой в каком-то возрасте. Если мужчине не похвалились за его мужественность, не сказали, ты у меня тут молодец, богатырь и так далее, то мальчик растет и свою мужественность доказывает своему окружению, пытаясь реализоваться. И встает в позиции доказательства своей внутренней силы внешнему миру. И если женщине, родители не похвалили в ее красоте женственности, то точно так же она встает в позицию доказательства своей красоты внешнему миру. И вот сначала первый паттерн мы должны пройти, уйти от доказательства внешнему миру в внутреннее освобождение. И тогда мы получаем эту внутреннюю силу самостоятельно. И дальше уже начинается генерировать сила тела, сила жизненная, эфирная и сила психическая и ментальная. И вот самое простое, это сначала высвобождается тело. Специальная суставная разминка. Кисти у нас отвечают за дух, за дух, за ясность внимания. Локти за душу, за душу, плечи за тело, за обмен веществ. Таз, тазобедренные суставы, тело обмен веществ. Колени, душа, голеностопы, дух, ясность внимания. Живот, фрактал, тело обмен веществ, душа, дух, душа и тело обмен веществ. Если мы получаем травмы тут, допустим, либо тут, либо тут, значит где-то мы не можем проявить дух, либо рассеянное внимание. Если, соответственно, тут уровень души, значит где-то мы кривим душой по отношению к себе, либо к другим. Соответственно, тут, тут, либо вот эта вот зона, это уровень застоя ци, либо застой соли, уровень тело обмен веществ. И вот сначала такая суставная гимнастика в освобождении своего приединства. Дух наблюдает, душа наслаждается разноименно. Ощущаем тело изнутри, передвижение кистей. И душой вкушаем, смакуем к себе. То есть такая динамическая медитация. Собираем замок, локти вместе, восьмерки. В другую сторону. Далее локти к себе. От себя. Плечи неспешно по максимальному радиусу. Максимально назад, максимально вверх, максимально вперед, максимально вниз. И вращаясь и вытягивая руки вдаль. Со временем при вращении лопатки, плечи не должны уставать. Самый основной застой крови и солей у нас между лопаток, ключицах. Если руки нагреваются, устают плечи, значит еще есть что разгонять. Со временем руки не должны уставать. И в другую сторону. Тело делает внимание, наблюдает. Душа наслаждается. И с позиции три единства. Строились, строились. Сбросили, сбросили. Далее шея, журавль пьет воду. На вдохе вперед, на выдохе подбородком на себя. Будто мы подбородком черпаем воду и вытягиваем шею. Вперед вдох, на себя выдох. И вращение. Подбородок рисует максимальный радиус. Полоборота вдох, полоборота выдох. Тело делает. Внимание, дух наблюдает, ощущает. Душа наслаждается. И в другую сторону. Завершаем. Макушка в небо. Торшак. Вытягивая позвоночник как струну. Соединяем большие пальцы. Открытие позвоночного столба. Прогиб назад. Подбородок груди. А грудь в небо. 10 секунд укрепления. Подбородок прижат к груди, чтобы открыть межпозвоночные диски. Грудь в небо, чтобы распределить нагрузку на весь позвоночник. Дышим. И завершаем. Макушка в небо. Вдох. И с выдохом округления. Неспешно позвонок за позвонком. Как улитка. Скручиваемся. Внимание скользит по позвоночному столбу. Как водопад стекает. И в нижней точке расслабляемся, будто подвешено за поясницу. Голова и руки свободно свисают, как плети. И с каждым выдохом расслабляем, растворяем лицо. Растворяем голову. Растворяем затылок. Шею. Шею. Основание шеи. Растворяем плечи. И растворяем поясницу. Плавный вдох. И с выдохом подбородком груди затянулись. Отпустили. Расслабили. Плавный вдох. И с выдохом раскрываемся обратно. Позвонок за позвонком. Неспешно. Внимание скользит вверх по спине. Сантиметр за сантиметром, как водопад. Внимание поднимается к макушке. Шейный позвонок за позвонком. И верхние точки макушка в небо вытянулись. Растянулись, прорываясь сквозь облака. Твердо стоим на земле, поддерживая небо. Руки в сторону. Можно встать слегка в шахматном порядке, если что. На вдохе макушка в небо. А с выдохом соединяем ладони. Вдох вверх. Выдох в сторону. Вдох. Выдох. И три раза на другую сторону. Вдох. Выдох. Стараясь, чтобы живот и грудь в одной плоскости смотрели вперед. Как гармошка не скручивались. Чтобы распилить максимально боковую поверхность корпуса. После чего руки на корпус. Вращение таза. Вперед. Вдох. Назад. Выдох. Вдох. Выдох. Но не просто вращение, а мы должны наезжать на 6 точек. Наезжая на переднюю часть тазобедренного. Пупок. Передняя часть тазобедренного. Задняя часть тазобедренного. Поясница. Задняя часть тазобедренного. При вращении наезжаем и очищаем эти 6 точек. Точки силы. Пупок и поясница отвечают за нашу родовую силу. Проблема с родом. Сорвем поясницу. Сорвали поясницу. Недовольные. Родом. Либо возникает кривизна души. По отношению к ним. В другую. Полоборотовдох. Полоборотовдох. Полоборотовыдох. Присоединяемся. Завершаем. Макушка в небо. Поднимается нога. Макушка еще вытянулись. Равновесие в небо. И колено рисует. Три радиуса в одну. Три радиуса в другую. После чего мах пятка в воздух. Открывает тазобедренный сустав. И другая нога. Макушка в небо. Три в одну. Три в другую. Мах. Ноги вместе. Разогреваются ладони до теплого, горячего состояния. Разогреваются колени. И пальцами выделили коленные чашечки. Простимулировали их. Разогрели. Точки над коленной чашечкой и под коленной чашечкой отвечают за активность стволовых клеток. И мы хорошенько их простимулировали. Наш живот это ядро силы. Двигатель. Но ключ к двигателю это колени. И вращение. Тело делает. Дух наблюдает. Ощущает. Душа наслаждается. Кушает. Каждое движение медитация из три единства и в другую скоробу. Завершаем перекаты на выдохе на носки. Вдох пятки. Вдох. 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 Прям максимально до пальца. Вдох. Вдох. Параллельно развиваем координацию вестибулярный аппарат. Тем самым активируем шишковидную железу. Вдох. Выдох. Вдох. 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 Далее шаг шире Шаг шире Присаживаемся на одну ногу Вторая мыска тянется на себя Пальцы ног на себя И вверх-вниз покачались После чего вперед-назад Вытягиваем мысок то вдаль то на себя Будто эти накаты не за счет таза и корпуса А мысок вытягивается и затягивает корпус Тем самым мы открываем лимфу Канал и тазобедренный сустав Наехали на ногу вперед Мысок вдаль И еще раз вверх-вниз покачались Переходим на другую ногу Мысок на себя Вверх-вниз Вперед-назад Наехали на ногу вперед Мысок вдаль Вверх-вниз И по два перехода с ноги на ногу Стараясь только плоскостью держать в пол И добавляем руки на плечи И неспешно Еще 10 Раздевая колени Колени это ключ Активирующий ядро жизни Живот Если у человека слабые ноги Колени То мы слабо стоим на земле И ветер перемен постоянно нас сдувает Мы не адаптируемся к изменениям К препятствиям На физике крепкость Это ноги Сильные ноги Сильно стоим на земле Сильные руки Легко удержать Сильная шея Мудрость Завершаем Встряхнули ноги И развивая тело Мы обязательно должны развивать мозг и разум В конце разминки Выполняются два упражнения для мозга Балансировка полушария мозга Усиливающая память Интеллект Интуицию Чуйку То есть интуицию Правая рука берется за левую мочку уха Левая за правую мочку уха Для балансировки левого правого полушария И на вдохе через нос Мы присаживаемся вниз А на выдохе через рот вверх Вдох Вниз Парасимпатическая нервная система Выдох Через рот вверх Симпатическая нервная система Три Вдох Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Те, кто занимается интеллектуально Либо медитативными практиками Либо память Интеллект Наука Учеба Школа У кого есть дети Обязательно научите этому упражнению Те, кто хочет быстро реализоваться в медитации Так же выполняйте У нас в свое время была женщина Работала в Министерстве пожарной безопасности в Москве Одним из верхушек Доработалась за три года до рассеянного склероза Третьей стадии Не могла ничего запоминать Чтобы на своей конференции выступать Она за месяц Начинала учить наизусть каждый день Тему А потом рассказывала Подглядывая, читая И при ходьбе могла идти Потерять шаг равновесия Просто так и упасть Вот одно это упражнение Едала надавила до 50 Через 4 месяца Не было никакого рассеянного склероза Если хотя бы по 10 раз На протяжении Двух недель выполнять Заметьте увеличение памяти Второе упражнение для мозга Одноименная балансировка Поднимается правая рука и правая нога Кисть по часовой стрелке А стопа против Кисть в одну Стопа в другую С первого раза может не получаться ничего страшного Активируем тем самым мозг Кисть в одну стопу в другую И поменяем направление Теперь кисть против часовой Стопа по Извежу это не разберешься И поменяем Поменяем Торшак макушка в небо Кисть в одну стопу в другую Поменяем в другую сторону Завершаем Первое упражнение Где мы приседали с ушами Балансирует левое и правое полушария мозга То есть Интеллект И интуицию Второе Одноименная балансировка Активирует Лобную часть головного мозга И затылочную Лобная отвечает за силу концентрации Направляющий дух Умение собирать внимание А затылочная Можечок за память И за способность визуализировать Потому что И за наем Можевый Цвет